добрый день друзья с вами николай канал лучший раз увидеть и на этот раз мы в бодруме мы приехали из мармариса и как видите бодрум сильно отличается от мармариса ну что ж пойдемте мы приехали из мармариса на автобусе одной пересадкой принципе это заняло не так много времени часа два с половиной сначала мы доехали до полицы провинции мула это стоило по цене где-то 180 рублей и дальше от мулы мы доехали до бодрума за полтора часа 350 рублей в итоге где получилось 570 550 рублей и мы уже на совсем другом месте которое кардинально отличается от мармариса не только архитектурой но и пляжем вот сейчас мы находимся на каком-то галичном пляже и идем купаться бодрум конечно отличается от мармариса тем что тут пляжи более маленькие здесь есть несколько мысов и они разделяют несколько маленьких пляжей в основном пляже тут из мелкой гальки вода тут намного чище виды намного живописнее потому что тут те домики и микрорайоны расположены на таких холмах а минус бодрума это то что пляжная линия очень узкая тут и три метра для лежака а дальше идет столики под кафешки и и и и и и и и в центре города находится в основном вот такие бутик отеля это можно сказать семейные отели там несколько комнат например вот в этом отеле в котором мы поселились 16 комнат такой дворик трехэтажное здание и мы живем на третьем этаже с видом на горы и на цветы цены на отели тут немного побольше чем в мармарисе и уровень отелей за эту цену тоже чуть-чуть похуже но зато бодрум берет своей архитектурой сколько мы не ходим здесь вот тут вот такие маленькие улочки односторонние движения и вообще все так тихо и уютно пока к нам никто еще не приставал с турами с кафешками и все такое всего тихо спокойно пока а вот например этот пляж и напоминает очень пляж в кушадасах то есть тут очень маленькое расстояние и такая отвесная стена народа тут влазит не так много как должно было быть в каждом городе в каждом поселке есть памятник кемалью ата тюрку кемаль ата тюрк для турок это почти как ленин для советских людей это политический деятель и военачальник который очень много сделал для современной турции после первой мировой войны турция проиграла эту войну и султану пришлось подписать очень неприятный мирный договор и почти вся османская империя была разрушена и разрознена так например от османской империи отсоединились египет сирия саудовская аравия турцию зашли войска интервентов после этих событий кемаль ата тюрк возглавил протестное движение против зарубежных интервентов и в итоге выгнал всех европейских держав а также грецию с территории современной турции помимо этого он провел очень много реформ такие как государственное управление медицина образование стало бесплатное и обязательное были отменены медреса и религиозные школы религии государства стало в итоге разделено и теперь как видите турция это больше светское государство во время этого переворота и как бы войны за независимость очень помогли советские деньги и советское оружие кемаль ата тюрк связался с лениным и он как бы сказал что он хотел построить коммунизм в турции соответственно сср дала деньги и оружие для проведения этой войны но в какое-то время что-то пошло не так и кемаль ата тюрк сделал не коммунистическую турцию а более националистическую так например одной из главных идей это тюрка от туркинизация всех национальных меньшинств то есть проводилась политика единой нации так например заставляли учить турецкий язык и называть себя турками такие нации как греки курды армяне ну и также произошел геноцид армян куда без этого то есть есть и черные страницы в турции мы отошли где-то на километр от центра и тут уже так спокойно безмятежно народа вообще очень мало и он весь местный есть даже автокемпинги приехали то есть местные тут отдыхают воскресенье нет никаких назойливых продавцов или еще каких-то людей а виды тут просто открываются очумительные красота в мармарсе было то что там видно бухту и видно острова а тут красоту создает от эти домики на всех холмах и это все бодрум а мы идем сейчас на одну из гор бодрума чтобы увидеть одну из главных достопримечательностей бодрума а вот и наш друг борщевик здесь он вообще не выживает он такой подгорелый коричневого цвета вот мы и на бодрумских хмельницах а точнее то что от них осталось это одна из самых высоких точек города и здесь открывается отличный вид а а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Всем приятного аппетита! Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вот это везде, такие купольные конструкции построены и вот на краю города можно как раз эти блин да это водохранилище нифига себе акустика конечно просто шикарно в общем мы почти на окраине города на полниках конечно есть очень дорогие отели дорогие дома а на самом верху конечно трущобы тут уже такие ободранные дети козы бегают но это конечно очень трудно увидеть а такая жизнь в бодруме например скрыта от туристических глаз вообще и вот тут уже можно сказать что бодрум город контрастов как начинается вот такая непонятная дорога так и начинаются трущобы тут нету речи даже не о машинах не заборах забор из камня дети ободранные бегают кричат в общем жизнь не такая прекрасная и тут тоже а вот сверху в бодрум выглядит так те если вы считаете что архитектура от греции только в центре то вы ошибаетесь тут домики везде вот такие белого цвета и все выполнено в единой архитектуре а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кошек? Это уже 15-я или 20-я кошка. Кошек тут, конечно, любит. Сейчас мы проходим центр Бодрума. Тут находится марина, где находится причал всяких крутых яхт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вход в этот музей стоит 900 рублей. Не дешево, но, конечно, это стоит того, потому что этот замок реально огромный. До того, как этот город захватили османы, этот город назывался Галикарнас. Это был греческий античный город. Это был греческий античный город. И тут находилось одно из семи античных чудес света. Это мавзолей Мавзола. Этот мавзолей сохранился до 14 века, но был разрушен в ходе серии землетрясений, которые произошли здесь. После того, как тут обосновались рыцари и госпитальеры, остатки мавзолея были разобраны на вот эту крепость. Эта крепость была построена рыцарями и госпитальерами в начале 15 века. Тут постоянно жили около 50 рыцарей. Но, конечно, времена уже были не те. И в это время вся Анатолия была захвачена Османской империей. И поэтому в 1522 году рыцарям пришлось издать эту крепость мирно. И они переехали обратно на остров Родос и Мальту. После этого эта крепость перешла во владение Османской империей. Здесь поставили мечеть, и это стало частью Османской империи. Сейчас же здесь находится довольно нехилый музей подводной археологии, в который можно войти за отдельную плату. Там находятся амфоры, реликвии, которые вообще к какому-то очень дремучему году относятся. По-моему, там находятся находки от утонувшего корабля 15 века до нашей эры. Вот мы находимся на выставке амфор, которые были достаны, которые были достаты, которые были подняты с затонувшего корабля Византийской империи. Вот они лежат уже здесь с 1998 года. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нельзя сказать, что этот замок большой. Но вот из турецких замков, которые я видел, это самый большой, который я видел. Ну, конечно, исключая Стамбульский дворец. Вообще виды тут и все остальное просто впечатляет. Я настоятельно советую посидеть, несмотря на то, что это стоит таких денег. Тут оказалось реально классно. Суперским плюсом этого музея и крепости является то, что можно здесь встретить закат. Тут получаются офигительные фотки и мест, где фоткаться, просто невероятно много. Тут три или четыре уровня, где можно ходить. В общем, офигенный музей, офигенная крепость. А мы идем домой. 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 Вот мы и на очередном холме Бодрума, и здесь неподалеку находится амфитеатр Галикарнаса. К сожалению, он сегодня закрыт, там какой-то концерт собирается, непонятно, то ли завтра, то ли сегодня. В общем, охранник сказал, приходите завтра в 10 утром. Такой возможности у меня не будет. Я прошел, за забором посмотрел, да, он большой, но, конечно, не такой большой, как, например, в Эфесе, в Кушадасах. Помимо амфитеатра, тут можно встретить очередной вечер в Бодруме. Очень легкая доступность сюда забраться, а виды просто сногсшибательные. Тут открывается прямо весь город Бодрум. Тут видно и замок, и пляж Гумбахче, мельницы, а также марину. Основные достопримечательности Бодрум. Бодрум. Смотрите, ребята. Смотрите, ребята. Отдых в Турции является взять путешествие на день на кораблике. И вот сейчас мы поедем по ближайшим островам, смотреть тут какие-нибудь неизвестные пляжи. Стоит это дело всего лишь 13 евро, то есть по-моему на целый день это не так дорого. Ну посмотрим, что из этого выйдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА